В 1936 году Сталин послал наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна в Америку с рабочим визитом сроком на два месяца. Целью визита было знакомство с производством американских продуктов питания, а также закупка необходимого оборудования для пищевой промышленности СССР. За два месяца Микоян посетил десятки различных заводов и фабрик, продегустировал сотни видов продукции и определил, что необходимо для граждан Советского Союза в первую очередь. Особое внимание стоит уделить мороженому. По этому поводу Микоян позже вспоминал. Большую пользу принесло нам знакомство с производством мороженого. Задача состояла в том, чтобы развить машинное производство и сделать мороженое дешевым и доступным. Спрос на него у нас повсеместный. Его с удовольствием теперь едят дома и на улице, в кино и театрах, летом и зимой. В результате мы привезли из США всю технологию промышленного производства мороженого. Микоян отобрал наиболее вкусные сорта американского мороженого, среди которых ванильное и фруктовое, пломбир сливочный и молочный, эскимо и крем-брюле. Вместе с технологией он привез и оборудование для уличной продажи мороженого. Кроме мороженого у США были повзаимствованы знаменитая докторская колбаса и десятки видов других колбас с технологией и полным комплектом оборудования для их производства. Майонез провансаль, который Микоян попробовал в Чикаго и советское шампанское, которое он выпил на заводе шампанского в Окленде. Также было закуплено оборудование для заводов по производству мясных, рыбных и овощных консервов, фруктовых и овощных соков, сухарей и бисквитов, конфет и шоколада, кукурузных хлопьев и кетчупа, сгущенного и сухого молока, машины для упаковки чая и кофе. Первые бытовые холодильники в СССР изготавливались также по американским образцам. Оборудование для заводов по производству сахара, аппараты для машины дойки коров, технология быстрого замораживания продуктов и сухой лед также были куплены в США. Качество мороженого контролировалось согласно ГОСТа, а в его состав входили только натуральные ингредиенты и отсутствовали консерванты. В 1966 году установление ГОСТов на мороженое было отдано регионам. В Москве и Ленинграде его качество сохранилось, а в других регионах рецептуру стали удешевлять. В 1986 году мороженое вообще начали производить не по ГОСТу, а по техническим условиям. В составе появились химические ароматизаторы, стабилизаторы и другие добавки. Сегодня действительно вкусного, полезного и безопасного мороженого, к сожалению, вообще не найти. Использование пальмового масла для маркетологов оказалось прибыльнее коровьего молока. Кому понравилось видео, с вас лайк и подписка, ну а я пошел искать новые интересные и необычные факты. С вами был Алекс Моас, спасибо за просмотр, до новых встреч!